Парикмахер ТВ Как правильно работать круглыми щетками? Это третий урок фундаментальных навыков для парикмахера от Вячеслава Джуденко на проекте Парикмахер ТВ. Давайте посмотрим. В данном уроке я хочу продолжить тему укладки волос щетками и феном. Сегодня мы поговорим о круглых щетках. Главное отличие круглых щеток от плоских в том, что они способны воздействовать на разглаживание текстуры прядей. Напомню, плоская щетка создает объем упорня и дает направление середине и конца. То есть она может выполнить законченный эскиз будущей прически. Но проработать, выгладить прядь по всей длине она не может. Круглые щетки есть разные. Самые популярные из них это на керамической основе и деревянные со щетиной. Причем при нынешнем высоком уровне производства натуральная щетина уже не актуальна. Деревянные щетки со щетиной лучше всего разглаживают и полируют поверхность волос. И в отличие от утюжков, они пряди не сплющивают и не прессуют объем. Щетки на керамической основе хуже полируют текстуру. Зато они намного интенсивнее воздействуют на объем и рельеф пряди. Это происходит за счет ее прогревания и снаружи от струи фена, и изнутри от нагретой керамики. Крупные диаметры предназначены для разглаживания и легкого объема. Средние диаметры предназначены для разглаживания и пышного объема. Ну а мелкие диаметры в большей степени рассчитаны на объем и на крутку, и в меньшей степени на разглаживание. Для работы круглыми щетками прядь нужно набирать прямоугольником и не очень тонкую, потому что при тонкой пряде получается эффект вялой салфетки. Но не стоит набирать и очень толстые пряди, так как и щетина в нее не пройдет, и она не прогреется за счет высокой плотности. В отличие от плоской щетки, когда мы укладываем волосы от корней к концам, круглой щеткой мы укладываем волосы от концов к корням. Щетка, постоянно прокручиваясь, вынимает подпушек из пряди и разглаживает его. Так она спускается все ниже и ниже, вынимая подпушек все с более глубоких слоев пряди. Когда движение к корням пряди становится уже все более и более затруднительным, то прядь полностью накручивают до самых корней, прогревают феном и дают остыть. После того, как прядь остыла, она уложена. Мы просто снимаем ее со щетки. Ну а укладывать круглыми щетками нужно с помощью все той же левой руки, прокручивая ее указательным и большим пальцем. То есть для всех видов щеток у нас предназначена левая рука, у нас предназначен указательный и большой палец. Ну а в следующем уроке я расскажу вам о синхронной работе круглыми щетками и феном.